КРИТЕК 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 Субтитры сделал DimaTorzok В этой сцене вы видите, как Витоу подлетает к этой инопланетной штуковине. Мы таких называем хантерами, то есть охотниками. Она хватает его и бросает башню авианосца. Это, конечно, скрип, но всё, что происходит дальше, исключительно самостоятельные действия АИ. Его действия зависят от вашей тактики, какое оружие вы будете применять, насколько близко стоять к нему и так далее. Он любит швыряться предметами, так что всё, что подворачивается ему под руку, он незамедлительно запускает в игрока. Сам игрок тут не исключение. Кстати, он очень любит наступать на него и замораживать окружающих. В общем, здесь нужно быстро перемещаться. Типичный бой с боссом. 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 Продолжение следует... Вот, это была наша демо-версия. Ее мы тоже будем показывать на Е3. Очень похоже на «Войну миров». Вообще-то больше на «День независимости». Под него старались. «Война миров» вышла, когда мы уже заканчивали игру. Но многие наши знакомые посмотрели и начали кричать. Это ж прям как в «Войне миров». Хотя мы отталкивались от «Дня независимости» и от «Чужих». Будет даже герой, похожий на Уилла Смита. Да, будет. Темнокожий персонаж, откалывающий шуточки. Вообще, мы старались использовать стандартных, типовых персонажей. Но в то же время мы стремились создать различные эмоциональные конфликты внутри команды спецназов. И даже этот типичный шутник довольно интересный персонаж. Если вы его спасете от гибели, он вас еще удивит. Именно поэтому мы вспоминали «Чужих» и «День независимости». В этих фильмах, на наш взгляд, очень сильные и второстепенные персонажи. В любом вторжении пришельцев важны прежде всего люди. Чем больше мы переживаем за героев, тем больше не хотим, чтобы пришельцы победили. Обычно в научной фантастике никто не парится об инопланетянах. Они просто пушечное мясо. Мы постарались сделать нечто более интересное. Конечно, наших «Чужих» можно просто расстрелять, но можно найти и более изящные способы их уничтожения. Как и в кино, наши герои со временем узнают все больше и больше о противнике, об его слабых, уязвимых местах. Если одного «Чужого» на первом уровне вы тупо убиваете лоб в лоб, то потом, часа через три-четыре, столкнувшись уже с шестью-семью разъяренными противниками, этот номер не пройдет. Нужно будет искать другие варианты. А вот инопланетяне. Они такие сами по себе или это у них скафандры такие? Это их средство перемещения. А внутри — органический пилот. Впрочем, когда их попытаются захватить или они понимают, что их скоро убьют, пилот активирует устройство самоуничтожения, чтобы не попасться в руки врага. Ну и, конечно, взрыв может зацепить игрока. Но тут также есть и тактический элемент. Если вы видите группу пришельцев, то можно подстрелить одного, и взрыв уничтожит остальных. А если стоишь на ледяном плато и расстреливаешь пришельца, который летает там где-то в воздухе, то при падении он разобьет лед, и надо смотреть, куда идешь. Самое же интересное начинается после смерти врага. Даже мертвые пришельцы представляют собой нешуточную угрозу. Впрочем, будет много различных вариантов, чего они могут откинуть. Я бы их всех из огнемета обдавал бы. Нет, нет, не рассказывай! Мы хотели всю игру держать игрока в напряжении. Кто они пришельцы? Как они выглядят? Потом вы их все-таки встретите живого пришельца. Таких тварей вы точно еще не видели. Мы создали десятки эскизов. Их хватило бы на пять игр про инопланетные вторжения. Но в итоге остановились на одном варианте, самом странном и необычном. Мы хотели такого чужого, который был бы оригинальным не только по стандартам игровой индустрии, но и по стандартам кино. Структура тела, манера перемещений. В то же время то, как они двигаются, то, как они живут, то, как работает их техника. Все это продумано, обосновано. А что насчет сетевой игры? Будет три основных многопользовательских режима. Tactical Deathmatch, Tactical Team Deathmatch и Tactical Capture the Flag. Это, как можно догадаться, тактические модификации классических Deathmatch, Team Deathmatch и Capture the Flag. Все эти модификации связаны с компонентами снаряжения игрока, настройками костюма, оружия и боеприпасов. Будет еще один режим под названием Power Struggle. Про битву американцев с северными корейцами за технологии чужих. Технологии можно будет продавать, покупать на эти деньги новое оружие и технику. Будут еще кое-какие стратегические задачи, о которых сейчас я распространяться не буду. Выполнив их, вы сможете получить преимущество над соперником, открыть новые древа скиллов и технологий. В общем, целая экономика. Это очень комплексный, богатый на детали многопользовательский режим. В то же время научиться играть очень просто. Вообще, этого мы и хотели добиться, чтобы игра была простой. Чтобы хардкорные игроки могли возиться со скиллами и технологиями, строить укрепления. Tactical Team Deathmatch все решает не то, как ты стреляешь, а то, чем именно ты стреляешь. Помните про тактические боеприпасы? Можно, например, подстрелить тактическим снарядом пилота вертолета или усыпить его. Ну, а можно выстрелить прямо в бинт вертолета. В общем, множество вариантов игры. Такого многопользовательского режима еще не было. А чужих в мультиклеере не будет? Нет, самих чужих не будет, только их технологии. А вот мы видели большую ходячую боевую машину пришельцев. Будут ли еще такие машины? Да, есть и еще более крупные. Больше этой? Да, больше. Будет много разных машин. И наземные средства перемещения, и ходячие, и летающие. А на какой стадии находится разработка игры? Много еще работ? Пост-альфа, почти бета. Вот этот уровень, например, почти закончен. То есть в законченной игре все будет выглядеть именно так? Ну, не точно так же, но очень близко. Очень-очень близко. На Директ Икс 9 будет чуть-чуть красивее, с кое-какими эффектами. В версии для Директ Икс 10 будет большая глубина прорисовки, больше деталей. Все будет смотреться как в CGI. Ну и, конечно, под Директ Икс 10 все будет быстрее работать. Правда, наши дизайнеры используют это увеличение в производительности для дополнительно графических наворотов. Так что не ожидайте радикального увеличения числа кадров в секунду. Far Cry на разных версиях Директ Икс выглядел и работал по-разному. Так будет и с Crysis. На Директ Икс 10 будет существенно красивее. Но вы сейчас видели почти законченный вариант под Директ Икс 9. А что за конфигурация? Икс 1900. Да, Радеон Икс 1900. Чтобы было понятно, все, что вы видели, это Директ Икс 9 на Радеон Икс 1900. Да, это хай-энд PC, но ничего сверхъестественного. Ничего, чего нельзя купить в магазине. Никаких прототипов тут не стоит. Вот такой компьютер вы можете пойти и купить. Так какая все-таки машина нужна будет под все это дело? Новый ПК от одной из крупных компаний, вроде Dell или Alienware. Они теперь выпускают слайс-системы, но вообще мы на них не ориентируемся. Мы поддерживаем практически любое железо, неважно, насколько оно устарело. В сети много слухов по поводу эксклюзивности игры для Windows Vista. Нет, все работает и на XP. То есть мы будем поддерживать и XP, и Vista. И дата выхода игры никак не связана с датой выхода Vista. Но мы поддерживаем эту ОС, и если все пойдет нормально, успеем доделать версию под нее еще до выхода Vista. Вообще, всегда трудно точно сказать, когда выйдет твоя игра. Сейчас мы планируем релиз где-то на самый конец года, зимой 2006-го. Но если игра задержится, то только по соображениям качества. Vista тут будет ни при чем. И учтите, что Microsoft может доделать Vista раньше, чем мы сделаем Crysis. Им же еще надо напечатать диски, отправить их в магазины. Vista уже на такой поздней стадии разработки, что мы можем спокойно разрабатывать игру под нее. Хотя и в глаза эту систему не видели. Продолжение следует... Продолжение следует...